Ольга и Стефан, доброе утро. На совещании ялтинцев и руководство Крыма подвели итоги, обсуждали проблемы многоквартирных домов, водоснабжения и озеленения Южной столицы. Основное знают гости в нашей студии, председатель общественного совета муниципального образования округ Ялта Ковалева Людмила Федоровна. Людмила Федоровна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот тезис на нам, основные проблемы курорта, которые на данный момент у нас решаются. Вы знаете, ну, наверное, подготовка к курортному сезону, его проведение – главная задача всего Южнобережья и, конечно же, нашего города Ялты. Это, прежде всего, чистота и порядок. Этому уделяется большое внимание со стороны руководства города, особенно администрации. В этом процессе задействованы жители. Кроме вопросов, связанных просто с уборкой, с чистотой города, важное место занимает решение проблем, связанных с транспортным обеспечением, потому что протяженность города достаточно велика. Это поселки. Поэтому нужно, где расположены основные достопримечательности города, нужно перешать эти вопросы. Вопросы, связанные с парковками, для того, чтобы освободить центральную часть города от транспорта и сделать ее, увеличить количество просто пешеходных маршрутов по нашему городу, чтобы наша набережная заблестала новыми оттенками и красками оформительского характера. Более того, внимание уделяется и высадке, и приведению в порядок зеленых насаждений, увеличение посадки вечно зеленых растений. Проводятся вот такие большие субботники по высадке Крымской сосны, приуроченные к такой акции большой, 75-летие победы. Вопросы, связанные с обеспечением дворниками Ялта, придание вот этой профессии большего звучания и облика самого работника этой сферы поменять, потому как это очень важно для города. Мы часто говорим о каких-то глобальных проблемах, а вот такие мелочи, на которых обращают внимание туристы наши, порой уходят, очень важны, они создают определенный имидж. Человеку ведь важно, как лично к нему отнеслись. И вот это, наверное, улыбчивость, гостеприимство ялтинцев, это вот наша общая забота. Кроме транспортных проблем, озеленения, чистоты и порядка, это вопросы, связанные с открытием новых экскурсионных маршрутов, приведение в порядок плата, Петри. Затем вопросы, связанные с тем, чтобы исключить моменты, максимально исключить моменты, связанные с несанкционированной торговлей. Торговля это тоже... Да, приняли соответствующие решения по этому поводу, чтобы... Это бич общий, не только Ялты. Вот такой большой круг вопросов, это, конечно, приведение в порядок всего гостиничного сектора, затем санаторно-курортные учреждения, но, естественно, реклама и сотрудничество со средствами массовой информации, как с вами, с Крымом, так и с федеральными каналами, для того, чтобы показать, что у нас не только море и горы, и климат великолепный, но у нас очень доброжелательные жители. А по совету территории можете вот еще рассказать, сколько их всего в Ялте, и вот над чем они работают? Вы знаете, важным моментом, наверное, вот во всех наших общих делах является соединение интересов, активности жителей города с решениями, которые принимает власть, и контроля за выполнением всех этих решений. Как раз таки этими вопросами и занимаются вот те 9 территориальных образований, которые называются территорией, да, общественными, вот такими новыми образованиями. И вот в субботу проходило большое такое мероприятие, заседание территориального общегородского большой Ялты совета, территориального совета, на котором присутствовал наш куратор, вице-премьер Жукова. И вы знаете, наверное, вопросы, связанные не только глобального характера, но чисто индивидуальные, решаются в ходе этих совещаний, потому что настроение жителей зависит от того, как выглядит его подъезд, работает, не работает лифт, как убирают мусор. Я бы хотела подчеркнуть сегодня, что все, что бы мы ни делали, это общая забота. И если общество будет готово к этому, а цель всех общественных организаций, и особенно Общественного совета муниципального образования, вот сконцентрировать внимание и заботу о том, что является главным, не забыв, конечно, каждого жителя и каждого гражданина. А каждый житель тоже же выдвигает свои предложения, правильно же, свое мнение, на взгляд ситуации. Очень, да, очень ценно, что на вот всех этих встречах с общественностью, а надо сказать, что в последнее время проделана такая огромнейшая работа по проведению вот этих вот встреч. Глава администрации встречается круглосуточно и без выходных дней, со всеми двери его кабинета открыты, то же самое делает глава муниципального образования депутаты. То есть сейчас все нацелено на то, чтобы было понятно, чего каждый человек хочет. И главное, а как же он поучаствует в этом? Вы понимаете, на мой взгляд, любовь к городу, к родному краю, она не выражается только на словах. Мера ответственности каждого за то, как мы живем, должна быть максимальна. И в этом я вижу задачу вот тех общественных организаций, особенно общественного совета муниципального образования, который он должен нести. Спасибо большое. На этом все. Ольга и Стефан, передаю вам слово и желаю хорошей рабочей недели. Спасибо.